21-я заключительная серия маршрута Москва-Иркутск-Листвянка. Приближаемся к городу Усулье-Сибирское. Я думал может быть это леса горят, но запаха нет в горе. Более подробно сейчас почитаю из Иркипедии. Косолье-Сибирское, город в Иркутской области. История. В 1669 году на острове Варничный у соляных источников братья Михайловы построили соляную варницу, вблизи которой было основано поселение. В 1636 году на солеваренном производстве установили первую лечебную ванну. В 1848 году на базе соляных источников организован курорт Усулье. Один из первых курортов в Сибири. В 1888 году организовано фанерно-спичное производство. При бурении скважины на Варничном острове на глубине 692 метра встретился пласт каменной соли. Был предложен новый способ добычи соли, применяемый до сих пор. Это было в 1923 году. В 1936 году село Усулье получило статус города в 1925 году. В 1936 году дал первую продукцию. В 1940 году Усулье из районного переведен в областное подчинение. В 1941 году в Усулье эвакуированы хлорный завод с Украины и швейная фабрика из Тулы. В 1943 году дал первую продукцию хлорное производство. В 1956 году. Дал первую. Дал первую. Сантехника Мауро. Сантехника Мауро. В 2006 году в УАО Усулье-Сибирской силикон приступили к созданию производства поликристаллического кремния. С 1947 по 1953 годы рядом с городом находился лагерь, входивший в систему ГУЛАГ. В УАО УСулье-Сибирской силикон. Про Усулье-Сибирской можете прочитать в оркипедии более подробно. За Усульем-Сибирским поселок городского типа Тельма. Население 4576 человек. 2011 год. Основан Тельма 1660. Статус поселка с 1932 года. Известно, что село было основано в 1660 году. Здесь делали остановку, державшая путь из столицы в Иркутск. Тельме были посвящены теплые и восторженные отзывы путешественников. Село они называли городом с добротными деревянными и каменными домами, прямыми и широкими улицами и множеством лавок с обилием необходимых вещей. Со дня своего основания Тельма считалась одним из основных промышленных центров Сибири. Здесь функционировал стеклозавод, суконная фабрика, винокуренный завод и ряд других промышленных заведений. Главная гордость и краса Тельмы, церковь. Магазин сварной. Казанская икона Божьей Матери. Замена масла. Вот вижу заправку. Это оригинальный звук. Повторю, читайте более подробно. Эркипедия.ру Сахарок это вот что такое? Сахар 39 рублей 50 копеек. Всегда в наличии попутный груз до 4 и улана Д. Это магазин низких цен. Короче, я выехал и выезжаю из... Все, конец Уссули Сибирского. Далее по ходу движения крупный город это Ангарск. Ангарск. Основан в 1945 году. Площадь 294 квадратных километра. Население 240 600 человек на 2011 год. Плотность населения 1113 человек на квадратный километр. Городские районы. Ангарска. Пятнадцать районов в городе. В 1945 году принято специальное распоряжение Совета народных комиссаров о строительстве вблизи Иркутска у железнодорожной станции Китай комбината номер 16. На место будущей стройки в район современного 18-го квартала прибыли первые строители. В 1946 году начало возведение поселка Майск. В 1948 строительство комбината в городе Поручино главного строя СССР, МВД СССР в Ангарске было создано направление строительства. В 1957 пущен первый блок агрегатов на АЭХК. В 1959 он дал первый ток ТЭЦ. Впереди камера. Ограничение 90. До Ангарска проложен магистральный срок 64 нефтепровод Тоймазы Омск-Ангарск. В 2006 году в связи с намечаемым созданием в Ангарске международного центра по обогащению урана, правительство СССР исключило АЭХК из перечных закрытых особо режимных объектов. В 2007 году в результате продажи АЭХК на аукционе ее новым владельцем стала компания ООО «НК Роснефть». Ограничение 70. ООО «НК Роснефть» 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 Финансовый сектор 22, банка, проблемы административного устройства Ангарска. Ангарск один из трех городов 200 тысячников, наряду с Балаковой и Нижнекамском, лишены статуса городского округа. В 2005 году в городе проходили многочисленные выступления за присвоение Ангарскому муниципальному округу статуса городского. В апреле 2006 года население Ангарска проголосовало на референдуме за объединение с поселками Мегет и Саватеевка, единое муниципальное образование. В мае 2006 года губернатор Иркутской области предложил другой вариант – объединить город Иркутск, Ангарск и множество других поселений в одно муниципальное образование – Большой Иркутск. Однако, в связи с уходом в отставку, рассмотрение данного проекта было отложено на определенный срок. В Ангарске – 74 дошкольных учреждения, 40 школ, лицеев, гимназии, центров образования, 4 дополнительных образования детей, 3 сервисных службы, кабинет детского питания, ремонтное предприятие, центры обеспечения, развития образования. Среднее образование – 16, высшее образование – 7 институтов и 5 научно-исследовательских учреждений. За Ангарском по ходу движения к Иркутску расположен поселок городского типа Мегет. Основан в 1937 году, население 8837 человек, по переписи 11-го года. История в переводе сельско-кубского языка Мегет протока еще до 1935 года на станции Мегет действовала Пор-10 для связи с Москвой, отдаленных районов Сибири и отдаленных районов Сибири. В 1935 году на станции построена 7-я летняя школа, конный двор, кузница, подсобное хозяйство. Поселок образован 17 апреля 1944 года указом Верховного Совета РСПСР на одноименной железнодорожной станции в связи со строительством Мегетского завода металлоконструкций. В 1951 году строится новая автомобильная дорога, связывающая поселок с городом Иркутск. Она положила начало активному строительству в Мегете. Начиная свою работу при Байкальской геологоразведочной экспедиции, открывается поселковая больница. Строятся благоустроенные жилые дома. В целях обеспечения бесперебойной и высококачественной работы трактов и каналов кабельных и радиорелейных магистралей и передачи информации по международной сети в 1961 году закончено строительство ТУСМ-2. В 1976 году введен в эксплуатацию Мегетский завод металлоконструкции мощностью 45 тысяч тонн металлоконструкции и 85 тысяч квадратных метров панелей в год. Изделия завода направляются на БАМ и Якутию. В поселке имеется поликлиника, больница, спортзал, школа искусств, две младшие и одна средняя школа, два детских садика. В 1980-х годов прошлого века разрабатывается проект объединения населенных пунктов иркутской агломерации в единое административное образование Большой Иркутск, получивший подробную детализацию в 2006-2007 годах. Поскольку географический Мегет находится практически в центре агломерации между Иркутском, Шелиховым и Ангарском, по одному из проектов здесь предполагали разместить деловой и административный центр нового мегаполиса. Однако после отставки лавировшего проекта губернатора Тишинина, Тишанина, все работы в этом направлении были приостановлены. По проекту агломерации Большой Иркутск на территории Мегетского муниципального образования предлагалось разместить аэропорт Иркутск-Новый. Позднее был выбран другой вариант размещения аэропорта, площадка Познякова. Предполагается, что от станции Мегетовому аэропорту будет проведена железная дорога. Вот такая вот информация. Много информации можете почитать в оркипедии. По ходу движения впереди Боково поселок. Численность населения сильно уступает с соседним селом Жокино. В июне 1925 года вблизи деревни Боково был построен аэродром. Летное поле размером 500 на 500 шагов. И приближаемся постепенно к Иркутску про аэродром. На аэродроме Боково было сформировано тренировочное звено для пилотов. Построен нефтесклад. Оборудованы временные ремонтные авиамастерские. Жилкина в 1932 году штат составлял 27 человек. Среди них помощник начальника Смирнов, пилота Монсветов, Якушев, Кобликов, Дороган, Иванов, Гладких, Шульгин, Брянцев. Алло. 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 Да я не могу уснуть теперь. Мам, у меня плохой интернет, я тебе перезвоню по мобильному. Ладно. Ну и впереди уже маячит Иркутск. Наверное Иркутску надо будет посвятить больше времени за счет других населенных пунктов. Да, у меня интернет плохой, я не могу по WhatsApp общаться, не ловят. Ограничение 50. Я не могу уснуть теперь, расскажи, что там произошло у вас, что случилось. Так, я говорю, повторю, впереди город Иркутск. Прочитаю о нем максимально подробно. Численность на 2018 год 623 869 человек. В пределах Иркутской агломерации на 2016 год проживает 1,1 миллиона человек. Крупный научно-образовательный центр, в котором обучаются свыше 100 тысяч студентов. Среди отраслей промышленной масти. А впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Авиастроение, гидроэнергетика и производство продуктов питания. Транспортный узел на Транссибирской железнодорожной магистрали. И федеральных автомагистралей Байкал и Сибирь. Старинный сибирский город, основан в 1661 году. Сильно страдал при пожаре 1716 года. Следующий крупный пожар в 1879 году вызвал настолько сильное разрешение, что для полного восстановления года потребовалось более 10 лет. Отнесен к историческим поселениям России. Исторический центр. До Октябрьской революции 17-го года был в основном купеческим городом. Долгое время процветавшим на российско-китайской торговле. А позднее и на сибирской золотопромышленности. Также является местом политической ссылки. Политической ссылки. С 13-го года был центром сибирского. А с 1822 по 1884 год восточно-сибирского генерал-губернаторства. Название города происходит от реки Иркут, вблизи которой в 1661 году возник Иркутский острог. Изначально острог назывался Яндашевским по имени Тувинского вождя Яндаша. Но это название не закрепилось. На чертеже картографа Ремезова, созданном в 1701 году, обозначен как «Град Иркутский». Гидроним реки Иркут имеет многозначное истолкование и связывается с монголо-брятскими словами. В значении сила, энергия, крутиться, вертеться, поворачиваться и т.д. Согласно наиболее правдоподобной версии, название реки образовано от анонима Ирху, который в вариантах Иркут, Иргит. Распространенного у Тувинцев и других народов. По-монгольски река и город называется Ирхуу. По-бурятски, соответственно, Ирхуу, Мурен и Ирхуу, Хото. Гехото – город. Старое написание названия города – Иркутск. С твердым знаком на конце революции город называли Восточным Парижем, Сибирским Петербургом, Сибирскими Афинами. В 1931 году по случаю визита наркома Ворошилова Иркутск планировалось переименовать в Ворошиловск. Местным жителям нравится думать о своем городе, как о середине земли. Первым городом Сибири. Столице Восточной Сибири. Культурной столицей Сибири. Столицей Приангарья. Столицей Прибайкалья. Нормальное название, почему бы нет. На территории Иркутска найдены стоянки эпох Верхнего Палеолита, Мезолита, Неолита и так далее. Своё начало город берёт с острога заложенным отрядом Якова Пахабова по заданию юнисейского воевода 6 июля 1661 года. Ряд исследователей относит возникновение Иркутска к 1620 году. Другие считают, что в 1650 году на острове Ячим существовало постоянное зимовье русских. По основанию Иркутского острога предшествовал выход русских к Байкалу в 1643 году. Это был один из-за многочисленных острогов Восточной Сибири, поставленных для сбора Ясака. Первым приказчиком нового острога был назначен казачий десятник Василий Ездаков. В 1701 году появилось первое каменное здание, приказная изба. В 1716 году пожар значительно повредил острожные сооружения, которые были восстановлены через год. Отмена царской монополии на экстракт Пушнины в 1762 году открыла золотой век Иркутского купечества. Крупнейшие купеческие династии Сибиряковы, Бастины, Трапезниковы, Дудоровские, Солдатовы разбогатели на российско-китайской торговле, скупая и перепродавая Пушнину и препятствуя доступу иногородних купцов на местный рынок. Другим источником их обогащения было участие в поставках провианта и металла для государственных нужд. Полученными из казны деньгами купцы делились с чиновниками. Многие купеческие династии были выходцами с русского севера. В 1764 году образована Иркутская губерния в составе Сибирского царства. В 1770-е годы была официально открыта городская ярмарка и банковская контора. В 1780-м году появились публичные библиотеки, духовные семинары, семинарии, городская школа, училище, а также типография. В 1783 году образовано Иркутское наместничество. В 1801 году открыт Кругоморский тракт. В начале 20-го века ознаменовалось развитием революционного движения. В апреле 3-го года на станции Нокетинская вспыхнула забастовка железнодорожников, закончившиеся массовыми арестами. В октябре 1905 года в городе проходила всеобщая забастовка рабочих и служащих. 19 октября генерал-губернатор Кутайсов телеграфировал царю. Положение отчаянное, войск почти нет. Бунт полный, всеобщий. В марте 1917 года был отстранен от должности губернатора, арестованный генерал-губернатор и высшие чины полиции. В 1926 году Иркутская губерния была упразднена. В составе Сибирского края образован Иркутский округ. В 1922-1923 годах Иркутск был центром Монголо-Бурятской автономной области. С 1930 года центром Восточно-Сибирского края. С 1937 года Иркутской областью. В 1923 году был построен первый стадион на 2000 мест. В 1936 году через Ангару открыли первый железобетонный мост имени Ленина. В 20-е и 50-е годы на Ангаре действовал гидропорт. В 1930-е годы пришлось строительство авиазавода, металлургического комбината именно Куйбышева, чайопрессовочной, швейной и макаронных фабрик, маловаренного завода и других предприятий. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 20 тысяч иркутян, половина из которых не вернулась. Во время войны в Иркутске были эвакуированы некоторые предприятия с западных регионов страны, оставшимися здесь после войны. В 1950-е годы в рамках реализации постановления Совета Министров СССР от 17 января 1965 года в наборе в Китайской Народной Республике рабочих для участия в коммунистическом строительстве и трудового обучения в СССР. На предприятиях и стройках города работали китайские рабочие. В 1958 году введено в эксплуатацию Иркутская ГЭЦ. В это время город оставался в основном деревянным и одноэтажным. В 1960-е и 1970-е годы пришло широкомасштабное жилищное и промышленное строительство. В 1986 году за большие заслуги в трудящихся Иркутска в революционном движении и вкладах в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны город удостоен ордена Октябрьской революции. До начала 90-х годов Иркутс оставался одним из крупнейших индустриальных центров СССР с высокотехнологичным машиностроением. Сейчас двигаемся, покидаем Иркутск. Так, продолжаю. До начала 90-х годов Иркутск оставался одним из крупнейших индустриальных центров СССР с высокотехнологичным машиностроением, ориентированным на союзный рынок. Развивалось авиастроение, приборостроение, радиоэлектроника, а также производство металлургического и горного оборудования, автомобильных деталей и станков. Металлообрабатывающее производство было представлено заводами по ремонту подвижного состава железной дороги, речных судов, самолетов, другими крупными отраслями были производство строительных материалов, мебельная, полиграфическая, легкая пищевая промышленность. На пяти крупнейших заводах было занято свыше 40 тысяч человек. В постперестроечные годы не смогли вписаться в рыночные условия многие предприятия машиностроений и легкой промышленности. Прекратились существования завода Родиан, станкостроительный, карданных валов, радиозавод, чай-развесочные, макаронные фабрики, домостроительный комбинат, завод железобетонных изделий и другие. Ну, другими словами, короче, распродали все. Когда их будут судить, когда уже это самое... Росторжествует справедливость. Так. Ну, про Иркутск много что написано. К сожалению, все продиктовать невозможно. Городской транспорт. Общественный транспорт города представлен униципальными предприятиями. Иркутск-Автотранс и трамвай на троллейбусном Иркутск-Гор-Транс. 235-235 частными перевозчиками. Саша, я жил в Кемерово в отеле. 500 рублей в сутки. Парк, муницип. Отдельная комната. Ну, мы там с папой вдвоем жили. Две комнаты, две кровати, телевизор, диван, кресло, чайник. Все там было, все нормально. Можно тоже попробовать подыскать. Ты мне скажи, на 24-е число было два билета на нижние полки? Они рядом или нет? Так, ладно, послушайте разговор. Так, аэропорт Иркутска действует с 1933 года. Статус международного с 54-го. Расположен в черте города в 5 километрах от центра. Из него осуществляются регулярные и чертерные рейсы. Многие города России, страны Европы и Азии. В Иркутске работает 112 дошкольных учреждений, 77 общеобразовательных учреждений, в которых обучается свыше 59 тысяч школьников. К средним специальным учебным заведениям относятся медицинские, художественные, театральные училища, аграрно-гидрометеорологические, авиационные, гео-разведочные техникумы, техникумы архитектуры и строительства, кино и телевидения, экономики и права, техникум Олимпийского резерва, энергетические, машиностроительные колледжи, колледжи культуры, физкультуры, педагогического образования, экономики и туризма. В городе действует 6 университетов, институты, а также многочисленные филиалы различных воздействий. В них работает сотня докторов и более 2000 кандидатов в наук. Ведется обучение студентов по 260 специальностям и так далее, так далее, так далее. Полную информацию, повторю, Вы можете прочесть на сайте irkipedia.ru Покинув Иркутск, двигаемся в сторону Листвянки. По пути есть населенный пункт, деревня, называется Бурдаковка. Население 410 тысяч человек, 210 мужчин, 200 женщин, по переписи 10-го года. Бурдаковка основана в 1920-е годы украинскими и белорусскими переселенцами. Располагается Бурдаковка на полпути между Иркутском и туристическим поселком Листвянка. Ну, о Листвянке я буду чуть позже говорить, насколько возможно, расскажу в комментариях. В Бурдаковке насчитывается 5 улиц, Киевская, Лесная, Новая, Рабочая, Трактовая. Деревья есть своя небольшая школа, 4-х летка. После 4-го класса ребята уезжают учиться в Большую речку, село. Расположено в 20 километрах от Бурдаковки, ближе к Байкалу. Многие архутеяне знают это место, 34-й километр, имеется в виду деревня Бурдаковка. По Байкальскому тракту красивейший вид открывается здесь на тайгу, на изгиб залива, мостик через речку Бурдаковку. И все обращают внимание на высоченные могучие ели, которые украшают главную улицу деревни. Первые хохлы приехали сюда еще в 20-е годы 20 века, жители украинской деревни Малюкинки, которая и сейчас стоит в 25 километрах от Киева. Списавшись в 1926-му дозпредседателям Башкинского сельсовета Степаном Калугой, прежде жившие в Милютинке, переехали в Бурдаковку. В общем, место очень понравилось переселенцам. Речка, которая дала название деревни, 80 лет назад была гораздо шире, чем сейчас. В ней водилась рыба. Места очень красивые, дышалась вольготно, полной грудью. И не зря именно в этом месте, в 30 километрах от Иркутска, в селе Пашки, был областной детский санаторий, в котором отдыхали пионеры и школьники. Возле Пашков находилась и психиатрическая больница. Целебный воздух, окружающая природа, посильный труд способствовали выздоровлению. Первые поселенцы с выбором не ошиблись. И хотя дорога была трудной и долгой, добирались до Сибири почти больше месяца, в 1928 году стали приезжать в Бурдаковку не только малютинцы, но и жители соседней Кожуховки. Отсюда в Сибирь приехала семья Савелия Степановича и Фехла Денисова Степаненко. В начале глава семьи Натрец отказался ехать, но старшие дети были настроены решительно, и они образовали. В общем, поселение первым построением, первым строением в Бурдаковке считается хата Прокопия Мельника. Она стоит до сих пор. Можно много что читать об этом месте, об этом райском месте. Зайдите на сайт erikipedia.ru Очень много и очень интересного вы об этом месте сможете узнать. Ну и завершает маршрут Листвянка. Старое название Лиственичная. Листвянка – это поселок городского типа в Иркутской области. Население 1963 человека, 2012 год. И возникло стело первоначально Лиственическое в 17 веке. История Листвянки. Своё название Листвянка получила по лиственницам, растущим на расположенном рядом Листвяничном мысу. Дата возникновения Листвянки точно неизвестна. Считается, что поселение стихийно возникло ещё в 1701-1725 годах. Первыми жителями были увольные переселенцы, свободные казаки, беглые, ссыльные. Антон Павлович Чеха побывал в этих местах в июне 1980 года. В письме к родным писал «Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые. Направо и налево видны мысы, которые обдаются в море, вроде Аюдага или Феодосийского Тохтебели. Похоже на Крым». Я, кстати, тоже хотел сказать, что возникает очень такое чувство интересное, невольно сравнивая с Черноморской побережью Крыма, вот с этим местом, о котором сейчас идёт речь. «Похоже на Крым. Станция лиственничная, расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту. Будь дома белые, совсем была бы яхта. Только на горах нет построек, так как горы слишком ответственные и строиться на них нельзя». Это писал Антон Павлович Чехов. Основными занятиями жителей Лиственичного были промыслы охоты и рыболовства. Отсюда отправлялись в научные экспедиции Генедикт Добоевский, Бернард Петри. И здесь жили и работали многие выдающиеся исследователи Байкала. Современное состояние. Листьянка быстрыми темпами теряет свой стародавний ландшафт, становясь посёлком хаотническим и зачастую безвкусной застройкой. Ожидается, что она станет одним из майкальских центров делового, спортивного и других видов туризма. Здесь возникает немало гостиничных комплексов, увеселительных и оздоровительных учреждений. В посёлке расположена Русская Никольская церковь, построена, согласно преданию, на средства купца Серебрякова, спасшегося от гибели во время сильного шторма на Байкале. Выжил он в стихии благодаря своей неистовой молитве святому Николаю. Ранее церковь находилась в другом месте, в селении Никола, построенном в 17 веке. Основные события. В 1873 году Листьяничная является селом Иркутского округа Иркутской области. В 1874 году в Листьяничном проживало около 200 человек. В начале 20 века уже 1500. В 1 июля 1934 года президиум ЦИК присвоил Листьянке статус посёлка городского типа. После строительства Иркутской ГЭС 50-я прибрежная территория посёлка попала в зону затопления, в результате чего первоначальная двухрядная застройка главной улицы преобразовалась в однорядную. В 1861 году лимнологическая станция, перевезённая Листьяничной на Иск станции Моритуй, Круга Байкальской железной дороги, станция переведена. Так, ладно. С 5 июля 1944 года по 2 августа 1995-го Листьянка входила в состав Октябрьского района города Иркутска. В 1972 году недалеко от Листьянки в Байкале утонул известный драматург Александр Лампилов. 28 марта 2008 года мэр Листьянки была задержанными органами регионального ФСБ РФ и Следственного комитета. Ей было предъявлено обвинение по 5 статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Казакова была признана виновной по 7 пунктам обвинения и приговорена к 6 решениям свободы условно с 4-летним испытательным сроком. Это все написано в оркопедии, не выдумываю. 10 мая 2009 года около Листьянки в результате крушения вертолета погиб губернатор Иркутской области Игорь Исиповский. Так, экономика судостроительная вверх в Листьянке. Основа экономики поселка Туризм. Здесь торгуют байкальским омолем и сувенирами. В Листьянке есть отели, в частности отель Маяк, 4 звезды, 66 номеров для отдыхающих с конференц-залом. В отеле имеется электронная система безопасности, спутниковое телевидение, бесплатный интернет, международная и международная телефонная связь. Разрабатывается проект Байкал-Сити. Листьянка на берегу Байкала в Иркутской области не прошла в рейтинг 50 малых городов России, особенно популярных у иностранцев и отечественных туристов, составленных порталом для путешественников. Портал подсчитал, что один туристический день в Листьянке стоит 4050 рублей. Дорожная только Коломна, Московская область, 4580 и Гатчина, Ленинградская область. Транспорт, архитектура, достопримечательности Байкальский лимонологический музей, Нерпинарий, Байкальская астрофизическая обсерватория, храмы Католический приход, памятник писателю Александру Вампилову, шаман Камень. Вот интересное место надо будет посмотреть. Смотровая площадка Каменчерского на трассе по направлению к Иркутску. Иркутский архитектурно-этнологический музей. Тальцы. Он связь осуществляет Мегафон МТС ВМПЛКОМ и Байкал Инвест. Перспективы развития Листвянки. Узвестные уроженцы и жители Листвянки. Верещагин. Ученый-биолог. Винтовкин. Иркутский предприниматель. Галазин. Биолог-почетный гражданин. Жилкина. Поэтесса. Поселок Листвянка упоминается в приключениях в Приключенском романе Жиле Верна. Более подробно, если планируете поездку на Байкал в Листвянку, читайте на сайте Иркипедия. Ограничение 50. Сами можете видеть. Места на самом деле потрясающие. То, что Забайкалье одно из красивейших мест не только в России, но и во всем мире, вы это сможете убедиться, посетив Листвянку. Видео полное, без сокращений. На самом деле, временами возникает ощущение, что ты двигаешься по Черноморскому побережью Крыма. И природа, и зеркало озера, водяной поверхности, водной поверхности. Создают такое впечатление, такое ощущение. Я не умею красиво рассказывать, поэтому смотрите, сами наблюдайте, делайте выводы. К сожалению, не знаю, будет еще такая возможность или нет, посетить, например, Листвянку. Я бы, например, пожелал многим, чтобы вы своими глазами все это посмотрели, все это своими глазами увидели. Ну, я буду, наверное, заканчивать свое повествование. Лучше послушайте музыку из медиатеки, музыкальные композиции из медиатеки Ютуба. Ну, а я на этом заканчиваю свои комментарии. Следующий мой шаг, это размещать видео под названием «Москва из окна автомобиля», то есть поездки по Москве, они будут на втором аккаунте «Видео Дорог 2». Ну, естественно, своими комментариями. Всем желаю удачи, здоровья и мои пожелания вам посетить Байкал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!